Логово Белякида – это уникальный новый проект, это детская площадка, сделанная в форме лабиринта игрового. Такие площадки достаточно популярны, они существуют в Европе, у нас таких вещей еще никто не делал. Это наш уникальный архитектурный проект, разработанный специально для парка Горького. Это для детей невероятная возможность побывать в настоящем лабиринте, окунуться в дух вестерна, дикого запада, посмотреть, побегать, поискать различные тайники, залезть на башню, позвонить в колокол и так далее. Здесь же работает лазертак, это специальная такая услуга, она будет работать только по определенному требованию, это можно будет взять специальные лазерные ружья и командами побегать и пострелять друг в друга и побороться за какой-то главный приз. Вот это вот массогабаритная модель винтовки Генри, так называемая винтовка, которая покорила запад. Эта винтовка использовалась ковбоями в ту эпоху, когда Беликит орудовал на Диком Западе. И ее мы используем для того, чтобы дети с помощью их могли играть у нас в домике и на территории, которая находится за ним. Это лазертак, новая забава, то есть она абсолютно безопасна, здесь нет никаких стреляющих элементов, здесь лазерный луч, опять же безопасный для глаз, которым нужно попасть в специальный датчик, расположенный на налобной повязке игрока. Я ее не взял, к сожалению, но тем не менее. Это выглядит вот таким вот образом, здесь запрограммированы звуки выстрела, запрограммированы разговорные какие-то фразы, вперед, ранен и так далее. И ребенок играет таким вот образом. Таких моделей у нас планируется 10, то есть максимум команда 5 на 5 смогут играть либо в дуэли, либо отдельный сценарий, это контроль точки, то есть он выглядит в виде индейского тотема, который нужно захватить и удержать. На самом деле этажность здесь определить достаточно сложно, здесь сломанная конструкция, то есть постоянно меняются уровни. И в принципе на самом деле в этом фишка этого лабиринта, что все платформы можно пройти несколькими способами. Можно залезть по приставной лестнице, можно по наклонному пандусу, по узкой лестнице пробраться, на канате перепрыгнуть и так далее. То есть это тот самый случай, когда не скучно в несколько раз подряд проходить одно и то же место. Эти канаты специально сплетенные, это сродни тем канатам, которые используются в школах на уроках физкультуры. То есть они в принципе выдержат достаточно взрослого человека, у них запас прочности изрядный. Мы здесь реализовали принцип многоступенчатности, то есть открывая один тайник, вы находите в нем ключ к другому тайнику. Вот смотрите, в данном случае у нас ребенок тянет. Где-то в доме открылся лючок. А вот сейчас мы как раз поищем его. Собственно, вот это вот и есть наш зиплайн, их два. Один ведет туда вглубь участка, второй сюда. Здесь будут разные модели сидений, то есть здесь планируется, ну по сути, как шайба такая, на которой ты садишься вот так вот ногами и съезжаешь. С этой стороны планируется остановить что-то типа сиденья, вот такого обычного качеля, на качелях, которые мы используем. И, в общем, так же ты съезжаешь вниз, там будут установлены специальные маты мягкие, которые ребенок даже если вдруг не успеет затормозить ногами, он нас тормозит. Ну а дальше просто приводишь троллей назад и можно покатываться вновь. Будет у нас еще расширяться площадка, по которой можно будет бегать. Там появится еще домик на дереве, появятся еще некоторые качели. Все очень интересно, все необычно. Ну как бы для того, чтобы завершить проект полностью, мы просто решили сделать это конкретным таким комплексом.